Дорогие друзья, братья и сестры, однокурсники, я никогда не думал, что вызывает такие различные чувства. Хорошие, великолепные. Дорогие друзья, братья и сестры. Дорогие друзья, братья и сестры. Войне за Карабах и все это против русской империи, но не русской культуры. А зачем рука не в кармане? Потому что я за словом в карман не лезу. Русский язык, язык нашей культуры, еще раз повторюсь, меняется повторюсь. Поэтому там молодые люди, совершенно молодые люди. Зеленые они. Судя по вашему скандальному поведению, вы совсем зеленые. Я вам скажу. Русскоязычие в Азербайджане, в Азербайджане, оно сказало свое слово. Русскоязычие в Азербайджане, в Азербайджане, в Азербайджане было всего 68 людей с высшим образованием. И все они были русскоязычными. В 1918 году, 28 мая. И это повторилось и в наши дни. В 90-е годы тоже. Все позитивное, что было вот в этом движении, было связано с русской культурой. Я хотел бы, чтобы я там хотел сказать в адрес нашего начальства, скажем так, институтского начальства. Руководство. Сидящие здесь, присутствующие и участвующие вот в этом мероприятии, они не просто преподаватели средних школ. Они именно распространяют высокую культуру, культуру Льва Толстого. Я не скажу новость, если напомню вам, что самым читаемым автором в мире является Льв Николаевич Толстой. Представляете? Причем человек, который писал огромные сложности романы. Вторым является Жюль Верн, лишь только третьим является Шекспир. А все вот эти Дэн Брауны, Набелин Паула, Каоли, они даже первые сотни Чехов, Достоевских, первые десятки. Вы знаете, любой, знающий русский язык, любой, он, как или иначе, является, еще раз повторю, является носителем русской культуры. Филологи, тем паче. Вся наша журналистика, вот Камиль Мелем здесь, человек пишущий, Аллаху Санна Салар Асим, автор, любое предложение, любое предложение чувствует на себе, я так думаю, конечно, в академическом стиле, в академическом жанре. Вот Хейдар Мелем, видный знаток русского языка в Азербайджане. Русский язык, наш родной язык. Хотим мы этого или не хотим? Конечно, Азербайджан наша родина. Азербайджан является для нас, еще раз говорю, родиной. И каждый интеллигентный человек идентифицируется как гражданин республики. Мы должны иметь свое государство, свой флаг. Это непререкаемо. Я о Хейдару говорил, одна девица, между прочим, на фейсбуке со мной поспорила. Я выступил там в споре в Полевике за Украину. И она обидела, что как это ты на моей странице... Вместо прочим, по-моему, Севинч Гейдарова пишет стихи на русском языке, знаешь, да? И она мне выразила такую мысль, что как это можно? Ты, говорит, на русском языке пишешь, а сам выступаешь за Украину. Я говорю, что русский язык и путинская Россия — это не одно и то же. Не правильно? Я сегодня очень рад вас видеть. Регламент. Я вас всех приглашаю в свой район. Между прочим, между прочим, насчет регламента... Вы мне помогли, я уже устал. Так, значит, в Акдашке район... Как только приедете, спросите меня русский язык? Я не знаю, что это не говорится. Я не знаю, что это не говорится. Я не знаю, что это не говорится. Хорошо. Значит... Значит... ... 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